Представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России собрались в городе Бресте, чтобы побороться за звание лучшего знатока военной истории. Накануне на священной земле Брестской крепости был дан старт финальному этапу 8-й международной олимпиады курсантов вузов по военной истории. Мероприятие в этом году посвящено наступательной операции «Багратион». В странах СНГ Республика Беларусь определена для проведения олимпиады по военной истории. Среди курсантов высших военных учебных заведений стран СНГ. Вначале проводится внутренний республиканский отбор, где определяются наилучшие вузы, наилучшие команды, которые будут представлять свое государство непосредственно на международной олимпиаде. Мы в скором будущем будем праздновать 80 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И как раз таки вот эта олимпиада приурочена к этой знаменательной дате. В каждой команде участие в олимпиаде принимает пять человек, целеустремленных, а главное – знающих историю Советского Союза. Чтобы попасть в финал, каждый из юношей готовился долго и основательно. Изучались энциклопедии, дополнительные материалы, поднимались архивы и строились диалоги с историками. Финальный этап, который проходит на территории Брестской крепости – это возможность познакомиться с ее историей и ощутить атмосферу вместе со сверстниками из стран СНГ, почтить память героев. Наша подготовка заключалась в том, что в ходе повседневной деятельности мы изучали исторические документы. В том числе это была какая-то специализированная литература, это был наш библиотечный фонд военной академии. Мы посещали нашу национальную библиотеку, где с помощью, скажем так, специализированных, дипломированных специалистов какие-то источники поднимали, смотрели и смотрели на вот эти первые образцы документов, которые были в нашем библиотечном фонде. Ну и после чего мы приехали представлять сюда нашу команду. История нашей страны, во-первых, это патриотизм, чтобы человек знал, во-первых, где он живет, кем он живет, как жили до него, во-вторых, что касается именно военной истории, это, во-первых, ну не повторять ошибок прошлого, это самое главное, потому что тот, кто знает историю себя, историю всех остальных, ну может сложить два плюс два и понять, что к чему будет. История у нас одна и сейчас как никогда нам это нужно знать, особенно нам, когда нашему народу, Российской Федерации в том числе противостоит коллективный Запад, нам сейчас как никогда нужно сплотиться, быть едиными и в этом нам помогает история, потому что, зная историю, мы помогаем предотвратить те ошибки и помогает нам бороться с фальсификацией, которую сейчас так активно демонстрируют. Мы рассматривали определенную тему, которую нам дали, а именно это операция Багратион, освобождение белорусской земли от фашистских захватчиков. То есть нам предоставлялись вопросы тестовые, то есть мы готовились, занимались. Все команды сильны, то есть для нас каждая команда это конкурент, но я думаю, что победить сильнейший все-таки. То есть мы покажем уровень своих знаний, посмотрим, кто из нас лучше подготовлен. Знаменательно, что финал Олимпиады по военной истории проходит на территории Брестской крепости, которая является символом мужества советского народа. Именно здесь участники Олимпиады возложили цветы к вечному огню, почтили память защитников Отечества минутой молчания. Для Бреста большая честь принимать участников Олимпиады. Героизм защитников Брестской крепости – это яркая страница нашей общей военной истории. И то, что сегодня состязание вы будете в знании военной истории проходить именно здесь, глубоко, символично и ко многому обязывает. В этом году Брест будет праздновать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и тысячепетилетие нашего города. Итоги Олимпиады по военной истории подведут 12 апреля. А помимо интеллектуальных состязаний, участников ждет насыщенная культурная программа, где они ближе смогут познакомиться с приграничным городом.